решили мы сегодня приготовить на ужин вареники давно не кушали я подумала почему бы и не записать видео для вас сегодня мы с вами приготовим вареники с картошкой и творог наша картошечка почищена давайте поставим ее вариться шку неполную ложку соли зубец чеснока пару лавровых листочков я вам предлагаю сделать эксперимент положите буквально три зернышка кардамона буквально его напополам пол небольшой луковицы заливаем водой и ставим вариться до готова пока наша картошка варится давайте поджарим бекон отправляем бекон 2 3 столовых ложки оливкового масла 2 3 столовых ложки подсолнечного масла делайте такой микс это будет очень и очень вкусно на нем мы с вами поджарим 3 луковицы к луку мы с вами отправляем головку чеснока молотый перец я вам не рекомендую использовать перец который вы покупаете в пакетиках уже молотый в пыль потому что этот перец только для салата вы можете его добавлять скажем так в картошечку пюре но если вы что-то жарите воспользуйтесь ступкой перец тогда не будет у вас гореть не даст горчинку ну и конечно же вкус получится отличный бекон не солим он у нас соленый только добавьте черного перца и достаточно вместо бекона вы конечно можете использовать обычное соленое сало сделайте такие шкварочки пожарьте его тоже отдельно но лишний жир уберите не нужно надо добавлять много животного жира шкварки с оливковым маслом будет гораздо вкуснее и полезнее чем просто сплошной жир теперь наша задача с вами томить этот лучок с чесночком чтоб получился приятный золотистый оттенок бекону в принципе этого достаточно я его выключаю картошка сварилась у меня прошло в среднем 30 минут сейчас возьмите ложку вытащите все специи которые положили сейчас давайте сделаем пюре масло не нужно добавлять попробуйте на соль идеально абсолютно больше ничего не нужно досаливать вот посмотрите как выглядит лучок прекрасно вот такой цвет нам и нужен вот этого достаточно больше толочь ее и нет необходимости сейчас мы с вами соединим лук и бекон вот многие спросят нафига нужно было такие сложности зачем ну возьми положить бекон вместе с луком и пожарь я вам сейчас объясню скажем так один момент что такое высокая кухня почему люди ходят в дорогие рестораны дело в том что профессиональные повара они знают различные нюансы для того чтобы при смешении продуктов каких-либо ингредиентов конечный вкус блюда был интересный и уникальный вот смотрите если бы я сейчас пожарил был лук вместе с беконом тон вкус лука и бекона он бы смешался получилась единая однородная масса с одним вкусом настоящий момент у меня бы хорошо выраженный вкус лука и хорошо выраженный вкус бекона сейчас я вот могу смешать теперь уже их не вкусовые скажем так обертоны не превратятся в единую мелодию понимаете то есть сейчас будет лук сам себе бекон сам себе и вот этот состав мы вами добавляем картошечку вот сейчас уже мять не нужно сливочного масла добавлять не нужно аккуратненько все смешали и выставляете на холод так чтобы наша картошка остыла до комнатной температуры вы обратили внимание что я жарил лук на не не рафинированным подсолнечном масле и extra virgin оливковое масло я не стал жарить на сливочным масло почему опять же потому что когда вы сварите вареньки и вы будете кушать вы будете кушать еще со сливочным маслом и вы будете кушать их со сметанкой получается что Если вы будете жарить лучок на сливочном масле, там сверху сливочное масло опять получается слишком все тяжело, неинтересно. Пожарьте лучок на растительном масле, на оливковом и нерафинированном подсолнечном. А вот когда вы будете кушать, добавьте сливочное масло. И тогда вы ощутите реально интересный вкус и аромат ваших вареников. Казалось бы, простое блюдо, но на самом деле это будет великолепно и очень вкусно. Попробуем не прибавить, не отнять. Я отправляю все это дело на балкон и мы с вами начнем делать тесто. Мы сейчас с вами приготовим тесто. Я вам сегодня дам супер рецепт. Каждый раз, когда вы будете делать вареники, пельмени, хинкали, вы будете вспоминать меня добрым словом. Назовем его 4 к 1. 4 стакана муки. Это вся мука, которую мы с вами будем использовать. Давайте просеем муку. 2 яйца. Я набираю горячую воду. 3 четверти. Температура воды не должна превышать 65 градусов. Ну вот, отличная температура. То, что нам нужно. Чуть-чуть больше 60 градусов. То есть у нас, скажем так, будет полузаварное тесто. Это очень важный момент, так, чтобы вода не была сильно горячей. Добавляем сюда чайную ложку соли. Растворяем. И 1 четвертую оливковое масло. Если вы не любите оливковое масло, конечно, добавьте обычное растительное. То масло, которое вы привыкли кушать. Но вообще я вам рекомендую переходить на оливковое масло. Это очень вкусно и полезно. И этот состав выливаем сюда. Выдавливаем зубчик чеснока. Да-да, зубчик чеснока в тесто. Прекрасный аромат. Очень вкусно пахнет. Оливковое масло, конечно, это просто божественно. Так, делаем тесто. Муку не добавлять. Большой плюс этого теста, то, что оно не липнет к рукам. Дальше, когда мы будем его с вами раскатывать, мы больше пользоваться мукой вообще не будем. И вот этот ресторанский вариант теста, он беспроигрышный. Очень хороший. Я сейчас его помну еще минут 5. Ну, посмотрите. Видите, вот он. Эластичное. Не липнет. Сверху полотенцем. И оставляем его на 30 минут отдохнуть. Пока тесто отдыхает, мы с вами сейчас приготовим творожную начинку. Творожную начинку мы с вами будем делать соленую. Это немецкий национальный рецепт, который нам очень нравится. И мы его постоянно делаем. Я вам рекомендую попробовать эту начинку. Может быть, вам тоже понравится. 250 грамм твердого творога, не соленого. И 250 грамм мягкого творога. То есть, видите, он уже достаточно мягкий, он уже перетертый. А этот творожок, он достаточно твердый. Вот мы должны смешать их. Я смешал творожок в однородную массу. Теперь добавляем соль. Соль добавляйте по вкусу. А творожок должен быть солененький, такой приятно солененький, непресный. Добавляем по вкусу черный перец. Ну, где-то пол чайной ложечки. Если вы любите поострее, добавьте больше. Так, смешали. Если вы никогда не пробовали вареньки с соленым творожком, однозначно, это будет сенсация. Теперь берем небольшую среднюю луковицу и меленько ее рубим. Вот, видите, как? Как должно быть мелко. И щепотку свежей петрушечки. Мешаем аккуратно. Не давите лук. Обязательно попробуйте. Начинка наша готова. Творожок, картошечка, вот тесто. Ну что, давайте начнем. Я беру тесто, сразу делю его на 4 части. Мне так будет удобней. Все остальное закрываем пленочкой. Полотенечком. И катаем. Просто красота. С вами получается полтора миллиметра. Оно очень эластичное, тянется хорошо. Заправляем. Ну, уж все у нас в стране умеют лепить вареньки. Вот наши вареньки. Получилось у нас 85 штук с одного замеса. Каким образом мы с вами их будем варить? Мы будем варить сразу два вида. То есть, и с картошкой, и с творожком. Для того, чтобы мы узнавали вареньки в готовом виде, вот мы сделали, видите, разный узор у них. Вот это вот я сделал вот таким вот образом. Просто вот так вот вилочкой. Раз, раз. Я поставил воду. Сейчас я сварю небольшую порцию из тех вареньков, которые у нас с вами где уже есть, для того, чтобы продемонстрировать и продегустировать. У меня в среднем здесь 2,5 литра соли, пару лавровых листов, буквально столовую ложку оливкового масла. Доводим до кипения и будем с вами варить. Среднее время приготовления вареников 7-10 минут, в зависимости от объема вашей кастрюли и количества, конечно, вареников. У меня прошло 8 минут. Вот, смотрите, они всплыли, и уже варятся в таком состоянии в среднем где-то 1,5-2 минуты. Общее время 8 минут. Они должны как бы слегка сжаться. Это тоже говорит о том, что они готовы. Вытаскиваем. Замечательно. То есть вы можете вот так вот в сковородочку вытащить свои вареники, смазать их сливочным маслом. Замечательное тесто. Вообще ни один не развалился. Просто красота. Итак, давайте сервировать. Немножко черного перчика. Свежую зелень. Это может быть укроп. Это может быть петрушка. Ну и, конечно же, сметанка. Вот так вот. Какая красота. Ну, давайте попробуем. Изумительно. Невероятный вкус. Посмотрите, какая начиночка красивая. Это у нас картошечка. Так вот. Просто, вы знаете, невозможно описать, до какой степени вкуснотища. Вот творожок. Обязательно попробуйте с творогом. Обязательно. Соленый творог, перченый. Это нечто. Действительно, интересный вкус. Ну что, друзья, на сегодня все. Надеюсь, что сегодняшнее видео было вам тоже интересно, полезно. Вы чему-то научились. Если есть вопросы, пишите, оставляйте комментарии. Увидимся в следующий раз. Пока.